Начинаешь с маленьких расстояний, постепенно увеличиваешь, увеличиваешь, увеличиваешь. Тебя это захватывает. И где-то рождается мысль, а что если взять и вокруг проехать? В прошлом году я, например, была на Курильских островах, на острове Шикотан, где находится мыс, который носит название «Географическая край света». Я там была первой из материковых путешественников, которые свой мотоцикл привезли с собой. Я не нашла никаких сведений о том, что белорусские женщины совершали кругосветное путешествие. На мотоцикле я точно буду первой. Новые знакомства, новые города, страны, испытания себя, рассказать про нашу страну, потому что очень много кто вообще не знает даже где находится Беларусь. А, ну это где-то, где-то возле Европы, но мы не знаем где. И вот немножко обижаешься в таких случаях, и вот хочется людям показать и рассказать. Стартую из Минска в Москву возвращается 18 августа кругосветчик тоже на мотоцикле Олег Харитонов. И он везет мне эстафетную палочку с Аляски, с ледника, которую он мне торжественно передаст в Москве для старта новой кругосветки. Я провезу ее еще кружочек и передам следующему отчаянному путешественнику. По маршруту я планирую 100 тысяч километров и около 50 стран. Уложиться хочу в 500 дней. У меня большой файлик в Excel, в котором прописаны все вещи, которые нужно взять с собой и не забыть. Из документального самое важное, наверное, это корнет-де-пассаж-эндуан. Так как при въезде в страну нужно оформлять временный ввоз. И в каждой стране въезда ставишь штамп на въезде и штамп на выезде. И этого достаточно, чтобы ввести свой мотоцикл. Очень удобно. Противомоскитную сетку буду брать, естественно, потому что малярия, комары. Денег нужно много, на данный момент у меня нет всей необходимой суммы. Вот буду подрабатывать в дороге. В среднем очень бюджетно съездить, обогнуть землю, это 25-30 тысяч долларов. И большую часть потянут это перевозка своего транспортного средства между континентами. И себя, естественно. Потом бензин и, ну, немножечко там еда, документы, визы. Сделать длинные визы. Это австралийская она действует год, американская она действует год. Есть договоренность по уругвайской визе. И я буду получать уругвайскую визу в Аргентине. Шикарно. Бабуль! Я сама когда-то, наверное, в седьмом классе у брата был мотоцикл. Я тоже пыталась ездить, пока отец не запретил. Ну, путешествие по Европе – это все-таки Европа. Думаю, там совсем по-другому. Потом Исландия. Приехала с восторгом, обо всем рассказывает. Хорошо. Потом путешествие в Россию. Конечно, следили за каждым шагом, за каждым-каждым ее шагом. Да, папа все время мужу говорит о том, что «Костя, давай ты сломашь мотоцикл, а мы тут с тобой договоримся, она никуда не поедет, все будет хорошо, я не останусь в долгу». Все, и порешаю. Ну, муж упрямый, муж тоже за меня. Привет, Зай. Привет. Мне очень повезло, потому что муж у меня мото-механик, и все технические вопросы по подготовке мотоцикла ко всем путешествиям берет на себя. Повезло ей, да. Кручу мотоцикл я с детства. Поэтому, если жена поедет, я даже горд за нее. Отдохнешь немножко. Это тоже. Как заменены сальники, пыльники, установлены дополнительные гофры. Двигатель был полностью заменен. Слабое место – задний подрамник, который крепит бак, сиденья и кофры, так как это все усилено. Новшества помогут Кате, скажем так, больше путь пройти без поломок. Я буду на связи помогать, если что-то вдруг случится. Переживаю, но, как говорится, надо это перевороть себя. Пожертвовать придется всем. Ну, я надеюсь, что отношения в семье сохранятся. Но это тоже испытание для семьи, родственников. Я уволилась с работы. Тут, как говорит Ницше, есть свобода от, а есть свобода для. Так вот сейчас у меня свобода для большего свершения. Верю в то, что есть и ангел-хранитель, и какая-то судьба у человека. И ты должен пройти свой путь. Если вот чувствуешь, что ты должен, то надо это сделать. Это будет преступлением против себя, если ты будешь этому противиться. Меня все время манила дорога. Все время хотелось в путь. В путешествии всегда возвращаешься другим человеком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова